Каждое вступление фрейта здесь очень слышно, что является достаточно сложной задачей и все вступления очень неудобные. Они неудобны, они либо в третьей октаве, либо нужно моментально сыграть какой-то быстрый отрезок или быстрая нота. Предположим, во втором риации. В общем, сложность этих вариаций – это показать изысканность отношения и понимания стиля рококо. При этом, что не надо забывать, что эта музыка должна быть наполнена чувством и романтизмом. Я не думаю, что в вариации, где велончель играет трелли, вам нужно именно так же по музыке и характеру играть, как это было сыграно солистом. А что касается быстрой вариации, тут здесь обычно темп очень быстрый и восьмушки у струнных, они создают такую пульсацию, что сразу же вообще становится не по себе. Потому что они играют именно очень восьмушками, буквально выбивая карточку. А вам после этого нужно сыграть. Возвращаясь к тому, что мой рассказ про вариации был в последовательности той, которую сделал Вильверин Фицерман Хакин. А оригинальные вариации были написаны Чайковскими и иногда исполняются. И я тоже их играл. По ощущениям могу сказать, что, конечно, как я изначально сказал, что если сказать, что это сложный аккомпанемент, не сказать ничего. Потому что это, наверное, для флейта один из самых сложных аккомпанементов. Продолжение следует...